5 июля 2016 года — поистине историческая дата. День, когда земляне впервые так близко подошли к Юпитеру. Космический аппарат Юнона благополучно притормозил его орбиты и сразу начал исследовать планету. Целых пять лет и больше миллиарда долларов понадобилось железке, чтобы совершить это нелегкое путешествие. Но поверьте, оно того стоило. Оказывается, внутри огромного Юпитера может скрываться целая планета в десятки раз массивнее Земли. И это далеко не все его тайны. Цены на 100 миллионов товаров из 20 тысяч магазинов на сайте goodster.ru Выбери свой товар в два клика по выгодной цене. Гудстер знает, где народ дешевле покупает. Юпитер — едва ли не самая важная и самая загадочная планета в Солнечной системе. Ни одно небесное тело не повлияло на нашу планету так, как он. Ну, кроме Солнца, конечно. А значит, раскрыв хоть малую часть всех тайн этого гиганта, мы станем на шаг ближе к пониманию вечного вопроса, как появилась жизнь на Земле. Ну и в Солнечной системе в целом. Давайте посмотрим, какие тайны скрывает от нас Юпитер. На полюсах планеты очень часто сверкают странные огненные кольца. Что-то вроде полярных сияний на Земле. Но у нас подобные явления возникают только в периоды повышенной солнечной активности. А здесь они постоянны. Хотя их интенсивность меняется изо дня в день. Кроме того, полярные сияния Юпитера в 8 раз ярче и в сотни раз энергичнее, чем на Земле. Хотя чему тут удивляться? Чтобы вам было легче понять, насколько огромна эта планета, представьте, что Солнце — это обычная дверь. Земля при этом будет размером с монетку, а Юпитер — как баскетбольный мяч. Другими словами, этот гигант способен поместить в себя более тысячи планет размером с Землю и не треснуть. В целом, масса этого красавца в два раза превышает массу всех объектов Солнечной системы, за исключением Солнца. Необычные полярные свечения впервые были зафиксированы в 1979 году космическим аппаратом Voyager 1. Чуть позже, в 90-х годах, при помощи телескопа «Хаббл», мы получили уже более качественные снимки. И до сегодняшнего дня толком не понимаем причины их появления. НАСА считает, что это результат столкновения заряженных частиц солнечного ветра с молекулярными газами. Но что там происходит на самом деле, нам со временем должна рассказать Юнона. Стоит отметить очень занимательный факт. Как раз во время прибытия нашего аппарата в окрестности Юпитера, на нем вспыхнуло самое большое сияние за всю историю их наблюдений. Совпадение? И это только верхушка айсберга странностей Юпитера. Вот перед вами парочка инфракрасных снимков планеты. Что тут странного? Они показывают, что под облачным слоем планеты находятся очень мощные источники тепла в форме полос и пятен. За счет каких-то загадочных процессов наш гигант вырабатывает энергию и излучает ее на 60% больше, чем получает от Солнца. Есть мысль, что Юпитер — это несозревшая звезда. И вправду, вокруг планеты вращается более 60 спутников. Это рекорд во всей Солнечной системе. Да и со стороны все это выглядит как отдельная звездная система. Где-то в начале 1955 года американские ученые Берки Франклин, изучая космические радиоволны с помощью чувствительного радиотелескопа, неожиданно обнаружили новый, неизвестный ранний источник радиоизлучения. По своему характеру он резко отличался от других подобных источников. Его излучение носило весьма нерегулярный характер и состояло из серии коротких, очень мощных всплесков, сильно похожих на всплески радиоизлучения, вызываемые грозовыми разрядами в земной атмосфере. Вскоре обнаружилось еще более любопытное явление. Оказалось, что этот источник меняет свое положение относительно звезд. А стало быть, он расположен очень близко от Земли, быть может, даже в пределах Солнечной системы. И действительно, через некоторое время удалось установить, что удивительный источник странных радиосигналов — ничто иное, как планета Юпитер. Сами по себе они не несут никакого смысла, или мы просто его не понимаем. Но факт остается фактом. Эти всплески — самые мощные в Солнечной системе после тех радиоволн, которые испускает само Солнце. Надеюсь, уже совсем скоро красавица Инона прольет свет на природу столь необычных явлений. Возможно, Юпитер пытается нам что-то сказать. А еще он изредка на нас поглядывает своим огромным глазом, как циклоп. Представьте все удивления астрономов, которые, наблюдая за Юпитером, вдруг поняли, что планета наблюдает за ними. Столь удивительное, почти мистическое явление 21 апреля 2014 года запечатлел космический телескоп Хаббл, который подглядывал за большим красным пятном. Вскоре ученым удалось выяснить, что это было. Напишите в комментариях свои версии по поводу этого явления. Ну а что ответили ученые, вы найдете в нашем паблике ВКонтакте, ссылочка в описании. Раз уж мы о нем заговорили, большое красное пятно – самая известная достопримечательность Юпитера. Выглядит весьма загадочно. В действительности, это гигантский атмосферный вихрь. Крупнейший в солнечной системе ураган, в котором запросто бы утонули несколько таких планет, как Земля. Ураган не утихает как минимум уже 350 лет с тех пор, как его впервые заметили. Более того, все эти годы вихревая воронка находилась на одном и том же месте. Вращается со скоростью примерно в 500 км в час, но почему-то постепенно уменьшается. Помимо большого красного пятна, Юпитер богат и другими ураганами, которые иной раз устраивают астрономам причудливые инсталляции. Вот, к примеру, объект, весьма похожий на Микки Мауса. Знаменитого персонажа запечатлел астроном Демьян Пич, и по словам ученого, он раскинулся на десятки тысяч километров. А все благодаря трем ураганам, бушующими в атмосфере газового гиганта. Уши — это антициклоны с зоны с повышенным давлением, мордочка — циклон, зона пониженного давления. Да и вообще, Юпитер весь усыпан пятнами циклонов и антициклонов. Причина такой атмосферной аномалии непонятна. К тому же на Юпитере сверкают гигантские молнии в тысячи раз длиннее, чем на Земле. Ох, и не хотелось бы мне услышать, какой там гром. Также в 2000 году орбитальный телескоп Чандра показал, что на Юпитере имеются источники пульсирующего рентгеновского излучения. Их назвали большими рентгеновскими пятнами. Природа пятен, как вы уже поняли, человеку пока неизвестна. Но и самая главная тайна, и самая сумасшедшая теория — что у него внутри. С помощью Юноны ученые намерены проверить весьма спорную гипотезу о том, что внутри планеты, которая является газовым гигантом, находится твердое ядро. Как считают некоторые ученые, оно может быть каменистое, либо из экзотического материала. Или там вообще скрывается другая планета. Китайский астроном Шу Лин Ли и его американский коллега Дуглас Лин провели занимательное исследование. Их расчеты и компьютерное моделирование показали, что когда-то в Солнечной системе было гораздо больше планет, чем сейчас. Среди них находились и так называемые суперземли, планеты, масса которых многократно превышает земную. Суперземли обязательно присутствуют в других звездных системах. Они стали первыми обнаруженными с помощью телескопов в других мирах. Но в нашем подобной разновидности нет. Куда же подевались массивные соседи? Моделирование ответило и на этот вопрос. Оказалось, что эти суперземли столкнулись с газовыми гигантами и стали их ядрами. Например, Юпитер когда-то проглотил планету массой как минимум в 10 земных, и она уже стала его ядром. Исследователи считают, что столкновения с телами большего или меньшего размера пережили все планеты Солнечной системы, включая Землю. В результате чего от нее откололась часть, ставшая Луной. Помните, я говорил вам о том, что газовый гигант когда-то был звездой? Это весьма безумная, но все-таки очень популярная гипотеза. И есть мнение, что человечество даже застало это чудо. Многие народы в мифах упоминают, что видели на небе два Солнца. Возможно, вы этого не знаете, но во Вселенной большинство звезд располагаются парами. При этом одиночки, как наше Солнце, невероятная редкость. А Юпитер со своими многочисленными спутниками уж очень напоминает Солнечную систему в миниатюре. Вокруг него вращаются весьма крупные планеты, в том числе планеты, на которых может быть жизнь. Европа, например. Она полностью покрытая льдом, и в НАСА считают, что глубоко под этой глыбой может скрываться целый океан, причем в жидком виде. И если допускать, что Юпитер когда-то был звездой, то вполне вероятно, что глубоко под льдами Европы есть жизнь. Может быть, когда-то там жили разумные существа, а может и вовсе наши предки. Ведь вот оно как получается. Гравитация на Европе гораздо меньше земной. И что, собственно, удивительно, мы, люди, как раз-таки плохо приспособлены к нынешней силе тяжести на Земле. Зарабатываем от нее варикозное расширение вен, воспаление суставов, стоит упасть с двух-трех метров, поломаем кости. Кожа наша, за исключением негритянской, с трудом переносит палящие лучи большого солнца. Порой даже до ожогов доходит. Глаза тоже не шибко приспособлены. Большинство людей без солнцезащитных очков просто жить не могут. А вот небольшое солнце типа Юпитера в виде какого-нибудь красного карлика пришлось бы в самый раз. Кстати, в нашей галактике имеются красные карлики, которые всего на 30% крупнее Юпитера. Может, мы и вовсе того не местные? Хочу сделать небольшое объявление. Ребят, мы тут себе твиттер завели. В нем будем отвечать на все самые интересные, самые важные, смешные и нелепые комментарии, которые вы нам пишете. Так что читайте нас в твиттере и пишите больше адских комментов. Все ссылки в описании. До скорого!